Уютные комнаты, собственная библиотека, четырехразовое питание. Для тех, кто по каким-то причинам лишился своего дома в приюте, теплый прием, всегда открыты двери. Здесь принимают, понимают и помогают. Комната рассчитана на восьмерых, правда сейчас в ней проживают только двое. Леониду 71, он сирота, 10 лет назад оказался на улице. Несколько месяцев пенсионер находился в Тверской области, подрабатывал разнорабочим, трудился и на стройке, и в огороде. Во время очередного рейса автобуса «Милосердие» мужчина подошел к добровольцам и попросил горячий обед. Так он оказался в теплом приеме. Сейчас таких же, как Леонид, в приюте более 30 человек. Иными словами, подставить плечо, когда это оказывается так необходимо. За три года существования приюта «Теплый прием» реабилитацию здесь прошли 507 человек. Большинство из них вернулись к нормальной жизни, устроились на работу и даже завели семьи. Посмотреть, как живут подопечные приюта, приехал глава городского округа. Три года назад Дмитрий Волошин был на открытии теплого приема. За жизнью учреждения продолжает следить по сей день. На встречах глава городского округа пообщался с подопечными и поинтересовался, от чего недостает приюту сегодня. Персонал попросил Дмитрия Волошина помочь наладить взаимодействие приюта с областной больницей, чтобы подопечные могли быстро получать необходимую медицинскую помощь. Кроме того, главу округа попросили об оказании материальной поддержки. Приют «Теплый прием» – проект благотворительный. Существует он за счет пожертвований, потому финансовая поддержка центру просто необходима. Глава округа Дмитрий Волошин пообещал сотрудникам учреждения оказать материальную помощь.